Губернатор Игорь Руденя принял участие в совещании под руководством заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Темой разговора стало строительство в Верхней Волжье объектов при поддержке федерального ведомства. Один из ключевых проектов областной военный комиссариат нового формата. Как известно, Верхняя Волжья стала первым регионом в стране, где реализуется пилотный проект по реновации военкоматов. В данный момент все идет по плану, отметили участники совещания, который провел замминистра обороны Тимур Иванов. Мы сверили часы по стройке нового цифрового военкомата, который должен являться флагманским образцовым для дальнейшего развития сети военкоматов Российской Федерации. Все у нас движется в намеченном направлении и планируется уже открытие военкомата к весеннему призыву 2022 года. Кроме того, наш регион совместно с Минобороны реализует сразу несколько крупных проектов в образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Их воплощение в жизнь также обсудили на прошедшем совещании. В текущем году завершаем и сдаем новый детский сад в городе Вышневолочок. И также следующий год это строительство спортивных объектов, поликлиник, которые у нас на территории области будут построены введены эксплуатации. Это детские поликлиники высокотехнологичные и также спортивные объекты, это крытый футбольный манеж и грибная база на реке Волга. Кроме того, речь шла о развитии мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» в Твери. В ближайшее время будут завершены объекты, которые находятся в периметре парка. МФЦ, амфитеатр, военторг, фудкорты, детские площадки, электронные тиры. Уверен, все это будет пользоваться популярностью у гостей парка, отметил губернатор Игорь Руденя.